афон я тебя люблю вот оно такое наше утро все всех выпроводила на работу в садик теперь могу 5 минут тишины и потом пить кофе так буду заправлять сейчас кроватки своих любимых открыла окошко на проветривание пока буду заправлять хочу вам показать орхидею помните это была белая безумно слушайте тут муха и прибью все мухи нет здесь вот орхидей кисть даже на этой стороне очень им хорошо потому что посмотрите тут уже два цветоноса это была одна белая с одним цветоносом она была я его сразу обрезала как только все цвело не стала оставлять может быть это конечно неправильно но мне нравится когда полностью цветет цветонос и это мне кажется очень красиво вот и здесь теперь два эти две веточки будут цвести я балдею она такая красивая белая с очень крупными цветами мы когда-то ее с моей кумой они покупали по скидке в бао-центре и она вообще обалденная она не подвела она очень красивая очень такая богато цветет вот вот а вот это вот ее по-моему нужно пересадить вот в такой же вот горшок это будет белая но с такими далматинскими пятнышками фиолетовыми то есть белый далматинец такой вот но надо купить вот такой же вот горшочек пересадите а вот наш костюм петушка цыпленка не знаю чего или кого в общем вот эту же штуку я вчера купила одну и и не хватит представляете то есть одну как раз только наперед пришить еще и назад нужно вот мы сегодня века с карате должна повести родика на плавание в динскую если будут желтые желтых на самом деле фантазии было мало вот поэтому сказала есть чтобы купила мне еще одну 200 рублей метр восемьдесят я не помню я говорила или нет штанцы все не мерили надо будет все померить все простирать все отутюжить но пришивать уже после стирки потому что мне кажется что с этим мехом если постирать а он и так вот вылазит если стирать его конечно будет капец вот так что вот и нужно еще красную кепку просто красную кепку не знаю где в декабре искать вообще кепки поэтому сейчас попробую свою ну достану с Антохой потом вечером померяем все еще нужно жабо типа грудки чтобы здесь она была отдельно как на воротничке и как просто на шее крепилась да и здесь такая как бы грудка пышная должна быть в общем посмотрим не знаю еще слушайте я уже в какой день иду вывешивать белье на улице потому что там тепло и она прям точно за один день высохнет будет очень круто пахнуть свежим воздухом вот в общем пошла на улицу греться там очень тепло я уже пора пылесосила везде в коридоре на кухне сейчас пригодит пылесосить в детстве на обед у нас будет все доедание Гриша я так думаю что он будет суп а мы будем сижиме картошку с индейкой вот и пока сделаю сейчас салатик с горошком с капустой и с укропчиком сейчас будем доготавливать до обеда и сколько у нас уже 10 20 и наверно еще сходим с Григорием на улицу успеем надеюсь бывает что отпадает вот так вот кусочки листиков когда режешь вот этим вот ножом короче как так я им режу сейчас будем еще нарежу и будем мять солью так вот вот капусты достаточно да это все можно порезать тоненько ножичком но я этого не делаю мы все это отдаем хозяйству а теперь сейчас будем смешивать капусту немного присолю все мять в общем нож вот такой вот с двумя лезвиями как топорик так вот выглядит и здесь вот одно лезвие и второе но может нет она не откручивается но на заклепках на таких держится ну болт-центре его кстати покупала но сейчас их уже там нету но в обычных хозяйственных тоже бывают я всегда мну капусту несмотря на то что она очень тоненькая но все готово и сейчас сюда баночку горошка укропчиком крылая баночку горошка вот такого лентов ского обычно мы вообще берем бандюель могу сказать что это тоже очень даже неплохой это уже слила заливку но она была прям прозрачная потому что иногда бывает взять такая муть прямо плавает а тут прям было все прозрачно и мягкий горошек не старый так что прям баночку горошком когда много гороха тогда дети едят этот салат и сейчас укропчику порежу немножко сметаны и с смешаю тоже сюда все добавлю будет красота солить ничего не нужно потому что здесь немного соли есть и майонез все-таки будет поэтому вот такой салат на обед знаете что еще и решила приготовить кексы маффины на кефире вот такие вот такой вот и рецепт поняли поняли это очень легкий рецепт сначала я смешиваю яйца с сахаром потом туда добавлять из этого количества честа получается примерно 18-19 капкейков одно было бы побольше если бы вот это все не убежала то есть нужно все-таки оно хорошо поднимается и не жадничать в общем поменьше класть теста ложкой а крем будет из остатков сливочного сыра но вернее не остатков это целая пачка здесь 140 по моему грамм сейчас я в граммах посмотрю сколько здесь в одной упаковке до масса нету 140 грамм и немножечко сливок здесь тоже осталось 53 и сахарную пудру по вкусу потому что сколько в граммах я даже не знаю так как сыра мало то есть сахарной пудры не знаю буквально наверно столовая ложка все нужно пробовать будет здесь вот пачка сливочного сыра буквально чуть-чуть вот сахарной пудры сейчас все это немножечко взобьем да сливочный сыр холодный из чажи сюда вливаем скрипки уж в миллилитрах я тоже не знаю так как сливок у меня остатки буду вливать все вот не знаю теперь будем все опять взбивать крем готов взбивала его не знаю сколько еще даже немножко сахарной пудры добавил что мне показалось не сладкий форму держит да то есть вы видно что все венчики вытащила дырочки остались так что сейчас будем украшать капкейки так рассказывали показывать чем я тут занималась пока никого не было вот сейчас у нас уже пол пятого так делала пряники раскраски залила просто белым белый 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 майсингом высушила 50 градусов конвекция 10 минут в духовке и сверху черным майсингом такой тоненькой тоненькой полосочкой нарисовала с помощью проектора да на проекторе сначала скачала раскраски так что-то опять зависла так в общем не знаю что опять этот кадр завис продолжаем то что я с помощью проектора на флешку скачала у меня здесь и такая флешка и такая скачала картинки именно раскраски их тогда очень хорошо видно здесь то есть они светятся на сюда я на салфетке сюда кладу пряник перерисовываю обычным простым карандашом и все хорошо получается так вот в общем вот такие раскраски до елочки еще не дошла еще залила два пряника будут снеговика в шапках а здесь по идее должен выглядывать такой олень но это все еще в планах и две варежки которые на которых на каждый будет написано вернее на одной вместе а здесь теплее в общем мне кажется очень мило красной ленточкой свяжу завяжу положу в подарочную коробку мне кажется очень здорово будет поэтому я тут творю пока никого нет но уже он пол пятого уже пора за грише ехать и также задание так что ты сделал диктанты к этому диктанту задание должен быть две целью у меня пять по диктантам по заданию что прям право 55 мы можем не будем посмотреть прям без ошибок что не она так сказала Людмила Валентиновна я там это типа надо там слова это там ошибочка была одна одна в диктанте их не было там я не так слово я его зачеркну крадашка как ты любишь ровненько ну как тебе елочка наша мышастовская нравится да неплохо еще куда нибудь туда ее чуть сместить а че тебе кажется близко ну слишком так забираем афонию из садика и тут уже так все красиво нарядили даже беседку да подожди нам же еще час антошку вот какая беседка дед мороз даже у вас тут глянь да да мы ужинаем у нас сегодня селедка хотели купить хамсы уже сезон но хамса будет только завтра что ты сейчас я тебе дам салфет почему ты не любишь хамсу втирай пожалуйста так что у нас картошка в мундире которую я почистила это не картошка кажется в мундире кексы доедаем салат это подсолнечное масло с запахом сейчас будем поливать картошку и селедка Антон Сергеевич что это вот эти пули ты хочешь на новый год автомат да с пулями да это не страшно это не страшно сынок ты нерв хочешь у меня тут опять пряничное настроение вот такие вот снеговички в шапках и вот такой вот будет наборчик в коробке вместе теплее называется по-моему очень малашный еще ленточка будут варежки связаны так доделаем так доделаем чувачку да помолчи дай я посмотрю доделаем как доделали дадим в Теперь ждем, пока подсохнет, чтобы дорисовать верхнюю часть шарфика. Показывай, как надо Афон делать зарядку. Я размяла спинку. Да дайте я послушаю, а. Афон, что сейчас на скол? Хотел его снять? Ну что, принимать работу? Ой, спасибо.